Новые цели и задачи стратегического партнерства между Казахстаном и Россией в условиях глобальных изменений. Это одна из главных тем, о которой говорили во время государственного визита российского президента в Астану. В целом, на переговорах в узком составе и расширенном формате было обсуждено множество ключевых экономических вопросов, и обе стороны выразили уверенность в дальнейшем укреплении двусторонних отношений. Особое внимание было уделено энергетическому сотрудничеству. В этой области казахстанско-российское взаимодействие развивается планомерно. К примеру, благодаря деятельности Каспийского трубопроводного консорциума через Россию и ее портовую инфраструктуру на Черном море проходит основной объем казахстанской нефти, экспортируемой на международные рынки. В свою очередь, российская нефть транзитом направляется через Казахстан в Китай. Обсуждалась также возможность подготовки специалистов для строительства АЭС, что подчеркивает значимость научно-технического сотрудничества. Россия остается одним из крупнейших экономических партнеров Казахстана с товарооборотом в 28,5 миллиардов долларов, а сумма накопленных инвестиций составила 13 миллиардов долларов. В Казахстане работает свыше 20 тысяч российских компаний, и более 4 тысяч из них были открыты в последний год. Россия и Казахстан – стратегические партнеры, которые продолжают углублять свои связи. Этому посвящен документ, подписанный в Астане. В целом, каждый элемент этого визита был продуман до мелочей, и внимание к деталям протокола не случайный. Это символ серьезности и значимости этого события. По итогам визита в Астану президент России Владимир Путин поблагодарил Казахстан за теплое гостеприимство и пригласил Касымшу Марта Тукаева посетить Россию с ответным государственным визитом. Моя коллега Бутагоса Айджанова расскажет подробнее. В столичном аэропорту Владимира Путина встретил лично Касымшу Марта Тукаев. В терминале президента России ожидали дети с казахстанскими и российскими флажками в руках и художница Асель Сабержанхаза с кистями для акварели. Она удивила высокого гостя картиной, которую начала рисовать, когда самолет российского лидера только вылетел в Астану. Полотно под названием мост дружбы уже позже российскому президенту подарят. Эта картина я начала писать с момента вашего вылета и планирую завершить завтра завершение вашего визита. Разглядев основные элементы картины, президенты спешно отправились в Ухурду. Самолет Владимира Путина приземлился в Астане вечером и каждая минута госвизита была расписана. Вместе с российским президентом прибыла внушительная делегация членов правительства. Вероятно, это говорит о том, что договариваться будут по многим, в том числе и принципиально важным вопросом. Повестка дня вашего визита достаточно обширная. В канун вашего визита работали члены правительства, обговаривали все вопросы, которые стоят в повестке дня. Я думаю, что мы сегодня примем очень важные документы около 20 соглашений, которые безусловно придадут дополнительный, мощный импульс к дальнейшему развитию нашего добрососедского сотрудничества. Россия остается одним из крупнейших торгово-экономических партнеров. 28, почти с половиной миллиардов долларов торговой оборудования был за прошлый год. Он растет, накопленные инвестиции приличные, 13 миллиардов долларов в казахстанскую экономику. Ну и, конечно, мы очень дорожим развитием гуманитарных связей. Это по линии гражданских обществ, по линии образования, науки, культуры. Достаточно сказать, что у нас обучается самое большое количество иностранных студентов, именно из Казахстана. Уже на переговорах в расширенном формате лидеры стран обсудили вопросы в торговле, энергетике, логистике и научно-технической областях. Между нашими странами реализовано свыше 90 проектов на сумму более чем 18 миллиардов долларов. Еще 49 перспективных проектов находятся на стадии исполнения. В Казахстане активно работают 23 тысячи российских компаний, из которых 4 тысячи были открыты только за последний год. Это свидетельствует о высокой динамике нашего сотрудничества. Также растут объемы взаимных инвестиций. В 2023 году российские компании направили в экономику Казахстана более 3 миллиардов долларов. А Казахстан вложил такую же сумму в российскую экономику. Среди крупнейших проектов начало строительства трех ТЭЦ в Казахстане, модернизации Кибастузской ГРЭС и крупные инициативы по газификации регионов страны. Также продолжается расширение транзита российских энергоресурсов в южном и восточном направлениях. Что касается нашего сотрудничества, пришли к единому мнению, дали соответствующие поручения правительства. Впереди у нас очень большая работа. Я констатирую, что наше сотрудничество развивается по восходящей линии, обрело необратимую динамику. И, конечно же, наша задача, как я понимаю, наблюдать за тем, чтобы это сотрудничество не снижало своих оборотов, чтобы торговля между нашими странами успешно развивалось. Инвестиционное сотрудничество углублялось. И, конечно же, контакты в гуманитарной и образовательной сферах также развивались по восходящей линии. Политологи, высказывая мнение по поводу встречи президентов, отмечают, что в двухсторонних отношениях четко выстроена линия взаимовыгодного сотрудничества. Конкретно выстроена дорожная карта как для бизнеса, так и для культурно-гуманитарного сотрудничества, так и для политического взаимодействия. Доступ к рынку российских регионов для казахстанского бизнеса имеет фундаментальное значение. Заключено достаточно большое количество конкретных соглашений, которые позволяют говорить о нивелировании тарифных барьеров, о нивелировании ограничений для передвижения, в частности, товара. Россия и Казахстан остаются близкими партнерами-соседями, но их развитие в нынешнюю эпоху происходит достаточно разновекторным образом. Очертили целый круг вопросов, по которым есть очевидность совпадений в цепочек промышленного производства. Казахстан, конечно, является важнейшим партнером России и, в общем-то, неизвестно, кто в ком больше заинтересован. О том, что сейчас нестабильность в геополитике, вероятно, скажет каждый эксперт. И в этих сложностях Казахстан предлагает и выбирает только мирные диалоги. Учитывая данный факт, эксперты ожидают новых событий. Если Казахстан останется страной в ближайшее время, выдерживающей свои интересы и стремящейся быть каким-то образом плечом для России в умиротворении вот этого конфликта европейского, то с учетом прихода новой администрации в Белом доме и Дональда Трампа с 20 января, я не могу исключить, что Астана может оказаться местом первой встречи Трампа и Путина где-то в будущем году, может быть, даже весной. Это как раз и будет подчеркивать то, что Астана остается таким как бы контрапунктом евразийской безопасности в будущем. В Казахстане успешно функционируют филиалы ведущих российских университетов, включая МГУ имени Ломоносова. В ближайшее время в Астане откроется филиал МГИМО. Среди выпускников которого многие известные казахстанцы, включая президента Касымжу Марта Тукаева. Мы с нашими коллегами полностью отработали вопросы открытия первого казахстанского филиала. Президенты по видеоконференц-связи открыли филиал Казну в Омске. Свои двери университет распахнет в сентябре следующего года. Правительство двух стран выделили 200 грандов по специальностям как международное право, казахская филология и таможенное дело. Порядка 60 тысяч студентов обучаются в Российской Федерации. Порядка 200 научных проектов. Причем это не только гуманитарий. Это серьезные проекты в точных науках. От лекарства до диабета, до вопросов автоматизированного управления энергетическими системами. То есть в преддверии того, что Казахстан собирается строить атомную станцию, это вопрос подготовки специалистов высокого уровня, он крайне важен. На уровне двух президентов подписываются соглашения именно в высших учебных заведениях, что символизирует высокую степень значимости развития человеческого капитала, вклад в будущее наших стран, чтобы как раз таки архитектура евразийского пространства было кому воспроизводить. Подписан внушительный пакет документов, ключевой, подписанный президентом, совместное заявление по углублению стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка, которое состоит из 36 пунктов. Казахстан Республикасының президентімен, Ресей Федерациясының президентің бірлескен мәлімдемесіне полгой ады. Казахстан Республикаса саммит лидеров стран СНГ в неформальной обстановке. А уже в 2025-м президента Казахстана пригласили на торжества в честь 80-летия Победы. Бутагус Айджанова, Дельмурат Сидаханов, Ханат Абильдин. При поддержке телерадиокомплекса президента ЖТК. А уже на следующий день в Астане состоялась важнейшая сессия Совета коллективной безопасности УДКБ. Во Дворце независимости собрались лидеры стран-участниц организации, включая президента Казахстана, а также президента Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана. Саммит в Астане показал зрелость и готовность УДКБ отвечать на вызовы времени. В условиях меняющейся международной обстановки организация продолжает играть важную роль в обеспечении безопасности на евразийском континенте. И это не просто военное партнерство, как отметил глава государства Касымжи Мартукаев. Впереди реализация принятых программ укрепления пограничных зон и продолжение работы по созданию фиктивной системы коллективной безопасности. В этом году председательство УДКБ было закреплено за Казахстаном, и это событие стало отправной точкой для значительных усилий по укреплению и модернизации структуры безопасности. В своем вступительном слове президент Казахстана отметил, что в условиях мировых вызовов от терроризма до кибератак и транснациональной преступности УДКБ сыграло ключевую роль в обеспечении стабильности и безопасности в регионе. Главы государств подписали ряд важнейших соглашений, которые подчеркивают многогранность сотрудничества в рамках УДКБ. Среди них Декларация Совета коллективной безопасности. Одним из наиболее значимых решений стало утверждение целевой программы по укреплению таджикско-афганской границы. Кроме того, была принята программа по борьбе с незаконным оборотом оружия и транснациональной преступностью. Ответственная миссия по председательству УДКБ от Казахстана теперь перешла к Кыргызстану моя коллега Айгульм Амонтаева. Расскажет подробнее. Астана снова встречала высоких гостей без каприза в погоде. Непривычные минус 10 в ноябре для казахстанской столицы лидеры в приподнятом настроении, без шапки, прибывшие. Из жаркого Пакистана белорусский президент не сдержал эмоций. Коллег по организации договора коллективной безопасности Касымжимар Тукаев на правах председателя встречал лично во Дворце независимости. Достопримечательность столицы хорошо знакома многим. Особенно прессе здесь проходили и другие политические саммиты. На сей раз повод для внимания заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ. Аббревиатура ОДКБ сегодня знакома многим и уже не нуждается в детальном представлении договора коллективной безопасности. Казахстан подписал 32 года назад. Кроме нашей республики там еще 5 стран. Таджикистан, Кыргызстан, Армения, Россия, Беларусь. За эти годы авторитет нашей республики вырос. Казахстан на площадке «Все знают и уважают» высоко оценили коллеги по ОДКБ и работу Астаны за период председательства. В условиях современных вызовов ОДКБ неизменно демонстрирует свою востребованность в качестве гаранта безопасности для всех стран-участниц. Наши согласованные действия, взаимное доверие и поддержка укрепляют коллективную способность решать самые сложные и масштабные задачи. Важно подчеркнуть, что ОДКБ это не просто военное партнерство, это уникальный механизм, объединяющий наши усилия и ресурсы для защиты суверенитета и территориальной целостности наших государств. Укрепление коммуникации между странами-участницами – это то, на что Казахстан ставил главный акцент, пока возглавлял ОДКБ, заявил Косможмар Токаев. Это не просто слова. Именно в период председательства Казахстану утвердили программу по укреплению таджикско-афганской границ. Документ долгие годы истопорили, а это была одна из болевых точек Душамбе. Дело в том, что границы между странами проходят по горам, куда сложно добраться. Пограничные войска Таджикистана нуждались в специальных мерах защиты, это в том числе вооружение и военная техника. Принятие программы по обустройству таджикско-афганской границы имеет очень исключительное значение и прежде всего для обеспечения безопасности для стран Центральной Азии. Целевая межгосударственная программа начнет реализовываться с 2025 года. Программа рассчитана на 5 лет. Одной из главных вопросов со стороны Афганистана была проблема опиума. Опять-таки, если мы возвращаемся по вторую половину десятых годов, примерно 90-95-97% в разные года по-разному всего произведенного в мире опиума было произведено на территории Афганистана. Казахстан в целом всегда говорил на языке дипломатии, даже в это неспокойное в мире время наша республика не изменила своим главным ценностям никаких личных амбиций во главе угла национальные интересы народа и миролюбивость по отношению к остальным. Пользуясь правами хозяина ОДКБ, Казахстан еще раз обозначил четко свои взгляды в Декларации Совета коллективной безопасности. Инициатором документа тоже стала наша республика. Итоги встречи еще раз подтвердили нашу твердую готовность сообща действовать для предупреждения вызовов и угроз коллективной безопасности. В ходе дискуссии мы сверили позиции по текущим вопросам международной повестки. Наши общие оценки нынешней ситуации и видения дальнейшего развития ОДКБ отражены в Декларации Совета коллективной безопасности, разработанной по инициативе Казахстана. Больше одного миллиарда человек в мире живут в условиях крайней бедности и почти половина из них находится в странах, где идут конфликты. Это данные ООН. Растет и список современных угроз. Терроризм, кибератаки, транснациональная преступность, незаконный оборот наркотиков. Казахстан, как председатель, внес свой вклад в повышение эффективности механизмов оперативного реагирования на кризисные ситуации. Казахстан обеспечил хорошую текущую работу и слаженный механизм взаимодействия между собой и государством. Казахстан провел порядка 60 мероприятий, то есть обеспечил постоянную сверку часов. Стоит отметить, что в условиях современной геополитической нестабильности, турбулентности на международном пространстве, вот эта постоянная текущая работа, на самом деле, это очень важное достижение. Не просто количественно, а качественно выросла правовая база ОДКБ. Результатом переговоров стали 14 документов, в том числе по вопросам международного взаимодействия в оборонной сфере. Особняком стоит подготовка к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Касамжимар Тукаев снова четко проговорил о важном. Все инициативы будут реализованы в интересах стран-организации. Героизм ветеранов, трудовой подвиг тружеников тыла навечно останутся у нас в памяти. Они являются для всех нас неисчерпаемым источником безмерной гордости и уважения. В преддверии знаменательной даты считаем важным принятие заявления Совета коллективной безопасности ОДКБ, а также утверждение плана мероприятий по празднованию годовщины. Кстати, вместо шести участников на саммите присутствовали лишь пять. Армения поставила на паузу свою работу в ОДКБ. Генсек организации прокомментировал ситуацию вокруг Еревана. Это решение независимого суверенного государства, повлиять на которое не может ни одно государство или какая-нибудь организация. Но, тем не менее, мы считаем, что Армения была, есть и остается нашим союзником. Мы надеемся, что Армения в обозримой перспективе вернется полноценному участию в организации договора коллективной безопасности. Следующий саммит ОДКБ пройдет в Кыргызстане. Пользуясь возможностью, Садыр Жапаров приоткрыл завесу планов. В Бишкек поставит приоритет на укрепление внешнеполитического взаимодействия. С большим удовольствием выражаю готовность принять эту почетную миссию. Кыргызстан, как председатель, предпримет все необходимые усилия для обеспечения поступательного развития нашей организации. Убежден, что при вашей поддержке мы достигнем больших успехов и достижений по обеспечению безопасности и стабильности на евразийском пространстве. В борьбе с терроризмом недопустимы двойные стандарты. Это один из ключевых моментов декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ. Никто из участников площадки не возразил против данного пункта. Единое мнение у стран ОДКБ и по ситуации в Палестине. Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Армения, Россия, Беларусь призвали прекратить боевые действия на территории сектора газа и в регионе в целом. А также обеспечить бесперебойную доставку гуманитарной помощи. На неделе о том, что происходит с долларом, пытался разъяснить председатель Национального банка. В обменных пунктах за американскую валюту просят больше 500 тенге. И глава финрегулятора Тимур Сулийменов считает, что на увеличение курса влияют глобальные изменения на рынке. И будет ли откат в стоимости доллара, пока говорить сложно. На это может повлиять новая экономическая программа президента США. О других главных событиях в мире расскажет мой коллега Сергей Гергель. Израиль договорился с Хазбаллой о перемирии на 60 дней. План, предложенный американцами, начал действовать с раннего утра среды 27 ноября. Израильтян призвали пойти на перемирие ИЕС и Большая Семерка. В результате премьер Нитаняху пошел на сделку. Президент США Джо Байден заявил, что перемирие потенциально бессрочное. И Израиль в рамках соглашения с Ливаном обязан вывести свои войска в течение 60 дней. Одновременно с этим ливанская группировка должна покинуть приграничные районы, где развернуты формирования военнослужащих ливанской армии. Тем не менее, в Бейруте обвинили Тель-Авив в нарушении перемирия. Израильские ВВС несколько раз вторгались в воздушное пространство Ливана и наносили удары. В Цахал, комментируя налеты, заявили о подозрительной активности со стороны Хезбалы. Отметим, многие эксперты скептически смотрят на объявленное двухмесячное перемирие. Парламент Грузии утвердил дату президентских выборов. Референдум пройдет 14 декабря, а инаугурация 29-го. Президентский срок действующего главы государства Соломи Зурабишвили истекает 16 декабря. Несмотря на это, она не намерена покидать свой пост, так как считает, что новоизбранный парламент нелегитимен. Отметим, эти выборы президента станут первыми в стране, когда главу государства выберет не напрямую народ, как раньше, а специальная избирательная коллегия. Выборы президента впервые пройдут не прямым голосованием, а созданной коллегией выборщиков, в которой будут депутаты парламента, представители Верховных Советов Аджарии и Абхазии, а также местных администраций. Между тем, в стране не утихают протесты оппозиции, не согласные с прошедшими выборами в парламент страны. А на неделе масло в огонь подлил вновь избранный премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе, заявивший о приостановке переговоров с ЕС до 2028 года и заморозке всех программ на это же время. При этом он отметил, диалог о членстве в Евросоюзе на данный момент стал инструментом шантажа. На улице сразу же вышли недовольные таким решением, власти в ответ вывели силовиков, разогнав протестующих. Полиция против демонстрантов применяла спредсредства, в том числе водометы и слизоточивый газ. Демонстранты в ответ применяли пиротехнику, а также бросали в силовиков бутылки, камни и яйца. Кроме того, протестующие облили здание парламента краской. По сообщениям местных СМИ, задержаны больше ста человек. Несмотря на жесткие меры, акции протеста продолжаются. Парламент Австралии на этой неделе одобрил закон, который вводит запрет на использование социальных сетей детьми младше 16 лет. Он обязывает такие платформы, как Мета и ТикТок, блокировать несовершеннолетних. В противном случае платформам грозит штраф в размере до 49,5 миллионов австралийских долларов. Это больше 16,5 миллиардов тенге. Отработка механизмов правоприменения в судах начнется в январе 2025 года, а полный запрет вступит в силу в ноябре этого же года. Отметим, Австралия стала первой страной в мире, ограничившей доступ для несовершеннолетних к социальным сетям. Несмотря на критику со стороны общественности, подобные рестрикции в отношении социальных сетей рассматривают многие государства. Но Канбера теперь станет той тестовой площадкой, за опытом которой будет наблюдать весь мир. Нотр-Дам де Пари готовится к торжественному открытию спустя более чем пять лет после чудовищного пожара. Теперь реставрация, обошедшаяся в 700 миллионов евро, завершена. Официально кафедральный собор XII века, один из самых любимых и посещаемых памятников французской столицы, вновь распахнет свои двери для туристов и верующих католиков на следующей неделе. Церемония открытия, на которую приглашены знаменитости и главы государств, запланирована на вечер 7 декабря. А уже вечером следующего дня собор будет открыт для посещений. В минувшую пятницу французский президент Эммануэль Макрон прибыл в Нотр-Дам де Пари, чтобы ознакомиться с проделанной работой. Реставрацией занимались около 2000 специалистов, а сам обновленный интерьер держали в строгой тайне до минувшей пятницы. Как отмечают очевидцы, храм, ранее заполненный полумглой, сейчас залит светом. Это подметил и президент Макрон. Он похвалил мастеров за проделанную уникальную работу. Помните вашу работу, ваше видение, вашу любовь к этому месту и что это вы его восстановили. Не забывайте, что эти пять лет вашей жизни вложены без сомнения в самый красивый проект века. Я благодарю вас и ваши семьи, которые пошли на жертвы, чтобы вы смогли сдержать обещание восстановить Нотр-Дам в течение пяти лет. И вы это сделали. И это огромная гордость для всех французов. Банановая трапеза стоимостью больше шести миллионов долларов или сказ о том, как криптомиллиардер приобщался к возвышенному. Дорогой перформанс прошел в минувшую пятницу в одном из элитных отелей Гонконга перед десятками журналистов и влиятельных лиц. Китайский предприниматель Джастин Сан исполнил обещание данной недели ранее, после того, как приобрел с учетом всех сборов и налогов за 6 миллионов 200 тысяч долларов банан, прилепленный к стене с сантехнической лентой. Это одно из трех произведений итальянского художника Маурицо Кателлана под названием «Комедиан», проданного с молотка 21 ноября с аукциона «Содбис». Так даже счастливый обладатель прекрасного заявил, что непременно съест это художественное произведение. Во время трапезы Джастин Сан заявил, он намного лучше других бананов. Кроме этого, криптопредприниматель пообещал купить 100 тысяч бананов у торговца, который поставлял эти фрукты для экспозиции по 25 центов за штуку. Отметим, после покупки «Содбис» выдал Сану сертификат подлинности, который дал ему право выставлять от произведения искусства в качестве официального экспоната. Аукционный дом также вручил ему стартовый набор, состоящий из банана, рулона клейкой ленты и подробной инструкции о том, как следует преподносить изделие. И перейдем к не менее важным событиям в нашей стране. Казахстанцы стали все больше интересоваться курсами по самообороне, в основном учиться тому, как дать отпор злоумышленнику, идут женщины. Причем это не жертвы насилия, а те, кто хочет чувствовать себя в безопасности даже в общественных местах. К сожалению, последний факт жестокого избиения девушки в Актау прямо на улице, но без вмешательства посторонних, показал, что в такой беде ты остаешься один на один с преступником. Повезло, что камеры наблюдения зафиксировали этот момент, и девушка осталась жива, а хулиган получил свое наказание. Наша съемочная группа на неделе решила провести социальный эксперимент. Моя коллега Айгирим Бегенова отправилась на улицу и сыграла роль жертвы насилия, чтобы понять, на самом ли деле много равнодушных. Об этом будет наш следующий материал. Но, тем не менее, в психологии есть такой термин – эффект свидетеля, эффект постороннего. Это когда человек, становясь очевидцем чрезвычайного события, будь это ДТП, пожар или же какое-то преступление, не пытается идти на помощь. Особенно, когда рядом много людей, то человек считает, что спасать должен кто-то другой, но не он и не вмешивается. Срабатывает фактор групповой сплоченности, но в обратную сторону. Если же он единственный свидетель происходящего, то здесь человек действует более решительно. К тому же, очевидцы говорили, что на реакцию влияет и то, как человек просит о помощи и просит ли он ее вообще. То есть, чем больше информации, тем больше внимания к происходящему. В следующем материале психологи рассказали, как нужно правильно реагировать, если вы стали свидетелем ЧП. Продолжение следует... Мужчины проходят мимо, рвутся в защитный бой, женщины. Мы решили проверить, так ли это на самом деле. Мужчины и женщины оказывали помощь в равной доле. 50 на 50. Но в то же время были и те, кто не обращал внимания и делал вид, что не замечает ситуацию на улице. Так, к примеру, в Актау на прошлой неделе девушку на улице жестоко избил парень, и рядом стоящие люди не оказали ей помощь. Отметим, что на сегодня агрессор находится в изоляторе. Если вы стали свидетелем жестокого обращения по отношению к женщине, для того, чтобы помочь другому человеку, нужно убедиться в собственной безопасности. Цените обстановку. Старайтесь запечатлеть на камеру это происходящее для того, чтобы быть доказательством в суде. Второе, вызывайте обязательно полицию. По словам МВД, статистика количества звонков и сообщений от свидетелей насилия не ведется. Однако стражи порядка подчеркивают, сейчас неравнодушных людей стало больше в разы. Жительница столицы Айнур столкнулась с домашним насилием. И на мужа не влияло ни наличие детей, ни слова женщины. Последней каплей для жертвы стал звонок от соседей. Факт того, что люди за стенкой уже знают о напряженной ситуации в семье, и стал толчком обращения за помощью. Так бы женщина и дальше молчала. Я не любила рассказывать всем. Это как-то же стыдно же. Кому-то говорить, кому-то бежать, говорить. Перед детьми он бил меня, детей тоже оскорблял. Но я не хотела вот это все высказывать. Только я полиции говорила. Для меня как-то неудобно все говорить. Просто каждую мелочь он выпивал. Выпьет и бьет он меня. Проблема любого насилия и проявления агрессии к женщине достигла своего пика. Слабый пол больше не боится говорить о проблеме. За текущий год свыше 90 тысяч агрессоров привлечены к административной ответственности. Арестовано их более 24 тысяч. Для защиты жертв бытового насилия вынесено более 70 тысяч защитных предписаний. Статистика пугает. К сожалению, есть случаи нападения на женщин и в общественных местах. Согласно данным МВД, за последние пять лет количество преступлений против женщин сократилось вдвое. Но такие ситуации не исчезли и до сих пор продолжают существовать в современном обществе. Женщинам приходится уметь себя защищать и поэтому курсы по самообороне сейчас набирают популярность. Начал слышать такие ситуации очень часто, как наши хрупкие женщины подвергаются насилию. И подумал, в срочном времени надо открывать такую группу, чтобы каждая женщина могла постоять за себя и могла быть уверена в себе. Конечно, девушка она в любом случае будет по природе слабее мужчины и поэтому мы более акцентируемся на физические нагрузки, психологический настрой и стрессоустойчивость, а также ударные элементы, ударная техника. 22-летняя Дарига обучается самозащите 4 месяца. Девушка считает, что в жизни могут произойти разные ситуации, поэтому необходимо быть готовой ко всему. Я считаю, что каждая девушка должна уметь себя защитить. Это сейчас уже необходимость времени. Нужно быть уверенной в себе, нужно заниматься и учиться самообороне. Думаю, это правильно. Это формирует внутреннее состояние. Это для ситуации, когда к стене прижимают в этой ситуации. Ну, например, сразу девушкам можно сказать, что очень страшно в этот момент, потому что чувствуется сила и чувствуешь, что ты не можешь отодвинуть руки. В таких ситуациях колено... Пяткой. И в таких ситуациях просто остается убегать. Психологи считают, что из любой ситуации можно найти выход. И в первую очередь просят не умалчивать о насилии в отношении вас. Если, например, в отношении вас произошло какое-либо противоправное действие, в первую очередь вам необходимо обратиться на канал 102, вызывайте сотрудников полиции. По результатам уже судебной медицинской экспертизы выявляется степень тяжести причинения потерпевшему лицу. В случаях же семейно-бытовых конфликтов, то с прошлого года внесены изменения в законодательство. И теперь заявление жертвы не играет роли. Уголовное дело возбуждается по факту. К тому же, если женщине некуда уйти, по решению суда, стражи порядка имеют право запретить семейному дебоширу проживать в общей квартире. За этот год более 250 агрессоров были временно выселены. Любой человек может выражать агрессию в отношении любого другого человека, женщины или мужчины, так как это его закрепленное поведение такое. То есть в его жизни каким-то образом складывались такие ситуации, что он мог проявить агрессию, и ему ничего за это не было. Причин, почему в его жизни агрессия стала нормой, тоже может быть много. К сожалению, большинство случаев имеют свойство повторяться. Об этом говорят и сами жертвы, и психологи, и юристы. Рецидивы у агрессоров случаются с большей силой и проявляются из-за любой мелочи. Чтобы изменить жизнь, агрессор должен пройти длительный курс психотерапии по собственному желанию. Были такие случаи, когда ко мне обращались за юридической консультацией для того, чтобы помочь сопроводить в расторжении брака. И причина расторжения брака была именно применение в отношении них физического насилия. Проходил какой-то определенный период времени, насилие в отношении нее было применено снова. И, как видим на таких примерах, физическое насилие, оно имеет непрерывный цикл. И очень хорошо об этом говорит американский психолог. Он выявил такой термин, как цикл насилия. Сейчас активно распространяется жест о помощи ладонь-кулак. Если раскрыть ладонь, затем сжать большой палец, а остальные согнуть в кулак, то получится жест, который говорит о том, что человек стал жертвой насилия, и ему нужна помощь. Это международный универсальный сигнал, который можно подать одной рукой. Даже во время видеозвонка, при личном общении или на расстоянии. Этот жест стал узнаваем в обществе относительно недавно. Его представил канадский женский фонд 14 апреля 2020 года. Сигнал понадобился во время пандемии, чтобы жертвы домашнего насилия во время самоизоляции могли по видеосвязи сообщить другим людям о своей проблеме. Используйте жест, если вы находитесь в беде. Машины, которые сходят с конвейеров отечественных предприятий, доказывают свою состоятельность. По данным Казахстанского автомобильного союза, за предыдущий месяц дилеры продали 21,5 тысячу легковых коммерческих машин. В топ самых продаваемых вошли сразу две модели, произведенные на Костанайском заводе. Аллюр. Третье место в этом списке занимают кроссоверы Kia Sorento. Абсолютным лидером продаж стал Chevrolet. Наталья Строкова разбиралась, что влияет на такой спрос. Автомобили Chevrolet на Костанайском заводе выпускают четвертый год. С минувшей весны завод начал производить Chevrolet Onyx с использованием высокотехнологичных линий. Уникальность производственных линий Chevrolet отличается тем, что при производстве применяется технология лазерной сварки. Это новейшая технология, которой нет аналогов в нашей стране. Это действительно шаг вперед, шаг в развитие новых технологий. Преимущество лазерной сварки – это более высокий уровень качества выполнения сварочных швов. Это увеличение норматива производственной работы. Цикл производства полный. На заводе сваривают кузов машины, красят его и отправляют на участок сборки. За день с конвейера всходит по сотне автомобилей Chevrolet. Тем хороши они, что у них есть надежность, качество полностью проверено. И плюс очень большой объем пробега проходит данный автомобиль. Обратите внимание, вот у нас кузов заходит уже полный, окрашен. На нем никаких деталей не установлено. Затем приступают сотрудники слесарной работы. Начинается полностью от заглушек до двигателя, потолок устанавливается. После чего идет на участок прошивки. Лидирующую позицию по продажам Chevrolet занимает второй месяц. В октябре эту модель казахстанцы купили 6 тысяч раз. На растущий спрос, по мнению экспертов автомобильной отрасли, влияют несколько факторов. Определенная позитивная репутация бренда. Во-вторых, развернутая с бытовая и, что самое главное, сервисная сеть по Казахстану. За счет того, что модель имеет значительную долю казахстанского содержания, она имеет и доступную цену. Соответственно, вкупе с доступной, привлекательной ценой, это делает автомобиль одним из самых успешных на нашем рынке. Чаще остальных машин за последний месяц в дилерских центрах продавались и кроссоверы Kia, тоже произведенные на Кустанайском автозаводе. Автомобиль Kia Sorense попадает в потребности покупателей в том плане, что, с одной стороны, автомобиль имеет очень широкий набор оснащения. С другой стороны, в силу того, что автомобиль, опять же, локализован у нас в стране, он имеет более привлекательную цену по сравнению с импортными аналогами. Плюс к тому, концерн Kia имеет многолетнюю репутацию не только на казахстанском рынке, на мировом рынке в целом. И, соответственно, это тоже играет значительную роль, когда покупатели делают свой выбор. Сотрудничество с мировыми брендами обязывает следить за качеством, говорят представители завода. Его контролируют не только в лабораториях, но и на рабочих местах. Без отрыва от производства сотрудники проходят обучение в школах качества. Их открывают во всех цехах. Здесь мы обучаем персонал отдела технического контроля и отдела анализа качества. Есть в цехе сварки зона, где обучают сварщиков машиноконтактной сварки. В цехе окраски кузовов обучают маляров ЛКМ. И на сборке обучают листерей механо-сборочных работ. Плюс бывают у нас узкие потребности. Например, это рехтовщик по ПДР-технологии. На окрашенном кузове устранять несоответствие. В ближайшее время Кустанайскому автозаводу потребуется полторы тысячи специалистов. Их трудоустроят после запуска очередного международного проекта. Кадры для растущего отечественного автопрома готовят в местных колледжах и вузах по пяти направлениям машиностроения. Наталья Острокова, Ермик Медьяров, ЖТКОН. 34 года прошло со дня основания в стране института президентства. Он стал ядром всей государственной системы. Позволил обеспечить и укрепить управленческие начала, территориальную целостность, стабильность и единство страны. Во многом предотвратить риски межнациональных и социальных конфликтов. Напомню, пост президента был учрежден в Казахстане еще до провозглашения независимости. Это произошло 24 апреля 1990 года. Тогда Верховный Совет Казахской ССР учредил должность президента. И в этом же месяце на этот пост был назначен первый президент Казахской ССР. Через год, в декабре 1991-го, институт президентства делает важный и логичный шаг от выборов через Верховный Совет ко всенародному выбору. Если посмотреть на хронологию выборов, то они проходили 7 раз в 1991-м, 1999-м, 2005-м, 2011-м, 2015-м, 2019-м и 2022-м годах. Нынешний президент пришел ко власти 5 лет назад. Впервые свою кандидатуру на пост главы государства Касым Жамартукаев предложил в 2019-м. По итогам выборов он одержал победу, набрав 70,96% голосов. 1 сентября 2022 года в послании народу Казахстана Тукаев предложил провести осенью этого же года внеочередные президентские выборы. Тогда он рассказал о намерении ограничить мандат президента одним сроком продолжительностью в 7 лет без права переизбрания. И уже 17 сентября Касым Жамартукаев подписал поправки Конституции об однократном 7-летнем президентстве в стране. Напомню, ранее срок президентского мандата составлял 5 лет и избираться глава государства мог дважды подряд. Функции полномочия президент осуществляет в силу основного закона по праву глава государства ни с кем не делит принадлежащую ему по Конституции власть. Также на период осуществления своих полномочий президент не должен состоять в политической партии. Если говорить о политической фигуре Касым Жамартукаева на мировой арене, то на современном этапе авторитет президента Казахстана находится на высоком уровне. Он смог перезагрузить политическую систему и обеспечить общественный консенсус, не отвергая то позитивное, что было построено за 30 лет независимого Казахстана. Казахстан С ним считаются, к его мнению прислушиваются. Это говорит о многом. О многом говорит и модель института президентства, которая сегодня выстроена в стране. Она играет очень важную роль в сохранении стабильности и развития государства. Это была последняя информация о выпуске. На этом у нас все. Увидимся через 7 дней. Хорошей вам трудовой недели.